Музыка Дорогие друзья, двери храма открыты для каждого. И к тому, что вы сейчас видели и слышали, может прийти каждый, прикоснуться каждый. Но всё ли мы понимаем правильно, что происходит на этой службе? Многородица и Матерь Света в песнях возвеличим. Музыка Церковнославянский язык – он суть церковной службы, которая проходит на великих просторах нашей Родины ежедневно. Постоянно множится и исполняется молитва и песнопение на церковнославянском языке. Церковнославянский язык и мы. Мы, современные люди, думаем заземлённо и думаем, а что нам это даст, если мы будем учить церковнославянский язык? Какая нам в этом выгода? Вспомним, что человек – существо словесное, что он стремится к высокому. А церковнославянский язык как раз и пронизан высшими смыслами. Слово его – светлое, устремлённое горнему, то есть устремлённое вверх. Слава тебе, показавшему свет, А вышли в бой на земле мир, В человеке глаголе, И не хвалить, а глагол Свою. Дело в том, что славянский язык, Он вообще возник как необходимость перевести священное писание для народа, Которому святые Кирилл и Мефодий хотели принести веру. Поэтому славянский язык – это язык священный. Он возник из духовной необходимости. И этим всё и определяется. И все переживания, которые человек имеет на духовном пути, Они, в принципе, нам оставлены в славянском языке. Славянский язык сохранил для нас Описание различных высоких духовных состояний, В которых человек находится. И он сохранил для нас такое восприятие жизни, Которое свойственно не просто верующему человеку, а святому. Святый Боже, святый, крепкий и святый, Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сиду и Святому Духу, И ныне и пристой его веки веков. Ходим мы по улицам. Вторгается в нашу душу крикливая реклама. И мир действует на нас разрушительно. Он растаскивает нашу душу. Но чтобы сохранить её, чтобы защитить её, Нас спасает молитва на церковно-славянском языке. Он недоступен зомбированию. Он, как летний дождь, омывает нашу душу чистыми словесными смыслами. И те, кто разрабатывает эти разрушительные программы, Досадливо признают молитвы на церковно-славянском языке, Препятствуют внушению. И говорят о том, что главный фон всех церковных молитв Светлый, нежный, яркий. И каждый делает свой выбор. Большинство людей ведь и при жизни за Христом не пошло. А многие даже возненавидели Его, Несмотря на то, что Он творил им добро. Так что способность понимать зависит от доброй воли человека, От его сердечного намерения, А не просто от знания языка. Можно выучить славянскую грамматику, Но тем не менее не понимать славянского языка. Всё дело в сопереживании. Если переживать те же чувства, что переживали те, Кто на этом языке писали молитвы, То тогда Он понятен. А если переживаний подобного рода у человека нет, То тогда и Он превращается в некий иностранный язык. И становится таким же непонятным, Как, впрочем, вообще любой другой язык. Потому что, собственно говоря, в чём смысл речи? Смысл речи в общении, а общение – это передача смысла. Я делюсь тем смыслом сокровенным, который есть во мне. Я его облекаю в слово. Я называю вещи теми именами, которые они имеют. Вот не случайно в книге Бытия говорится, Что Бог подвёл к Адаму всех тварей, Чтобы Адам нарёк им имена. То есть Он произнёс вслух, При помощи слова, при помощи речи, Определил сущность даже не вещей, А живых существ. Носущая вся просвещавшая, И являющая Твоего сраковеденье, Его же подудья на обетшавшем руды изображенье, Я, Боже, сокровище нам даровася, И ныне и присно Его веки вековами. В человеке должна пробудиться тоска По божественной небесной жизни. Он обязательно должен желать высокого. И вот эта жажда высокого, Жажда идеала, который превосходил бы то, Что его окружает, И является началом пути. И началом пути к пониманию И славянского языка, И священной речи вообще, молитвы. Славянский язык сохраняет для нас переживания, Которых человек обычно в быту не испытывает. Например, скажем, в салмах встречаются такие выражения «Возрадуется язык мой правде Твоей» Или «Возрадуются кости смиренные». Как это перевести на русский язык? Как может язык радоваться? А это означает, что человек, Который ищет Бога, Который чувствует Бога, Который его любит, При соприкосновении с божественной правдой, И с исповеданием ее, При помощи речи, Испытывает особое чувство в языке. И вот нам пророк оставляет Такое удивительное чувство, Которого большинство людей не испытывает. Потому что большинство людей Не знают, что такое сладость Божественной правды, Когда она в устах человека. Возрадуются кости смиренные, То есть кости, Соединенные с миром, С божественным смирением, Это соединение с миром, Который от Бога исходит. Оказывается, в костях тоже может быть чувство, Ничем не сравнимое, Которое недоступно человеку грешному. Яко воздвиги Господа Иисуса, И нас с Иисусом воздвигнет, И предпоставит с вами. Вам понятен этот язык, Когда вы в храме на самом деле? Да. Сам язык чувствует. Когда в храм входишь, Да, действительно. Что-то особенное. Вы бы хотели, Чтобы ваш малыш этот язык изучать, Когда-нибудь учил. Обязательно. Обязательно. И буду приучать, действительно, С детства, Чтобы он изучал церковно-славянских. Благодатная Мария, Господь с тобой. Богословенно ты за нас. Богословенно ты за нас. Богословенно ты за нас. Обязательно надо изучать детям Церковно-славянский язык. И дети должны знать не только повседневный язык, На котором они общаются, Но и более образный славянский язык. Потому что в славянском языке Есть такие выражения, Такие образы, Которые невозможно выразить русским языком. И детям для лучшего их развития Лучше знать язык, Чтобы пользоваться теми образами, Которыми говорили наши предки. Молитвенно святейшего владыки нашего, Господи, Иисус и Иристе, Сыне Божий, Помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok